Он почти не пьет, катает детей и ни в кого не плюется. В обычной семье из Китимского района живет необычное домашнее животное – двугорбый верблюд. Ирина Звягина увидела корабль пустыни, дрейфующий по сибирским просторам. В семье Ирины и Константина Бугуловых прибыло. В этом году они привезли в свой дом монгольского верблюда. Несмотря на свой рост и внушительный вес, он еще ребенок. Ему всего полтора года. С виду он большой, кажется, страх. На самом деле он очень добрый и беспомощный. Малыша назвали Эмиром. Раньше он жил в стаде на границе с Монголией. Его мать погибла, а Бугуловы постарались стать для верблюда новой семьей. Мося, моя, моя, сводка, мось. Его очень люблю. Ну, вообще, как вот, не знаю, то ли вот то, что мечта моя сбылась, то ли как-то очень не хотелось. Чтобы понять это, надо, во-первых, мечту сначала, во-вторых, ну, какое-то желание вот этим заниматься. Питается Эмир, как корова и лошадь вместе взятые. По характеру он, как несколько ослов. Приручали его к себе больше месяца. За лето накосили травы и вырастили овощи. Для детей Виталия и Ярослава теперь любимое занятие – кататься верхом на верблюде. Первый раз было очень страшно. Ну, вот так вот. Сейчас уже привыкла? Да. Дети помогают управляться с большим хозяйством. У Бугуловых живут якутские лайки, ручной барсук и песец. Все домашние любимцы неприхотливы к сибирскому климату. Казалось бы, верблюд – корабль пустыни. Но нет. Эмир привык к холодам. Климат у них, откуда, где вот он живет, он как в Якутии. То есть очень пронизывающий ветер, колючий, холодный. Очень было холодно. Ну, вот они свободно пасутся все. Теперь у Ирины появилась еще одна забота. Нужно придумать обувь для Эмира, чтобы он не падал зимой на скользких дорогах. Ирина Звягина, Александр Давыдов. Новости ОТС.